Девушки отдыхают О нем самом, но не о его посетителе. То есть вы скрыли имя человека, который к нему приходил от госбезопасности? По поводу твоего друга Полежаева, покойного. Скажи, он тебе документы никакие не передавал? Документы? Нет, а что? Тише, тише, я сказал, тише! Девушка! Своим! Светлана Петровна, я сейчас вас отпущу. Побежите направо, потом налево. Ясно? Угу. Там тупик. Там тоже. Нужно оставить все как есть. И возвращаться тем же путем, откуда пришли. А если там засада? Ну, там выхода у нас нет. Руки. Какой человек? Чего ты? Блокнот Кобова. Стучи, только без глупостей. Ну, это было несложно. Как только я понял, что маленький не убийца, все сразу встало на свои места. Во-первых, Михайлов не смог бы так аккуратно подвесить к Олубу. Но, во-вторых, на тот момент у него уже было алиби, которое подтвердило. Иванчук? Верно. А если Михайлову помогал кто-то еще? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Тебе, что ли? Ночкара позови. На губу захотел? Товарищ младший лейтенант! Долго возишь, Ночкар. Майор Сбруев прибыл для получения оружия для своей группы. Вас должны были предупредить. Никак нет, товарищ майор. Не было никаких предупреждений. Вот документы. Здесь все написано. Сейчас разберемся. Секундочку. Так. Прошу прощения. Ага. Не дергайся. Подняй бумажкой, читай. Склад окружен. Сделаешь, как я скажу, твоей ленипой, Джоева. Понял? Прикажи открыть ворота. Открывайте ворота. Солдат! Дверь в вашем месте. Посмотри на них. Совсем молодые парки. Неужели хоть, чтобы их кровь была на твоих руках? А ты же их потом все равно расстреляешь. Э, ну подумай сам. Захотел бы расстрелять, расстрелял бы. А так сделаешь все, как надо. Никто не пострадает. Звони. На склад скажи, что прибыл майор Сбруев. По приказу начальника особого отдела фронта. Комиссара Михеева. Звони! Товарищ майор. Где вас учили, капитан, вламываться в кабинет без стука? Только что сообщили о нападении на армейские склады. Почему нам сообщили? Позвонил Ломакин, агент нами завербованный. Это склады в Дарнице. Срочно группу на выезд. Срочно! Есть. Хорошо, сработали. Минута в минуту. Ну что ты с ними вошкаешься, с этими краснопузами. К стенке их надо всем. Они-то нас не пожалеют. Три машины. Волось перекрестка маякнул. Быстро в машину. Дегом! Три машины. Три машины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А мой оболчи-то уже побежал. Говорила же, что нужно было вчера примерять. Подумаешь, чуть-чуть подшить. Вот чуть-чуть нужно было подшивать вчера. Опаздывать в школу. Где это годится? И так занятия так поздно начинаются. Столько времени потеряно деточками. Что был хороший учитель, так наверстают. А Нюша не хотела тратить последний свободный вечер перед школой на глупые примерки. И так не имела право. Ай. Почти как я в детстве. Ой, Моня, ты себе не представляешь, сколько раз я мечтала в таком вот платьичке прогуляться в шато де флёр. Но нас туда не пускали. Покружись. Деда Гриша! Я тебя отведу в школу, а Иван Григорьевич, я думаю, не будет против. Кстати, где он? Его нет в комнате. Он теперь редко ночует. Совсем завалили работой. Работает. Не нужно быть пинкертоном, чтобы знать, что у Ивана Григорьевича появилась женщина. Это не Белла, это золото. Белла, это золото. Доброе. Это тебе. А что это? Посмотри. Шоколадка. Но ты ведь любишь сладкое. Может, Нюся отдать? Она тоже любит сладкое. В городе только патока, а патоку она ненавидит. А Нюся не забыл. Это тебе. Тогда пойду чайник скипячу. Сумерки вяжут смиренно, В осенье зыбкой паном. Там, за уютной таверной, Стелет туман полотно. Гулко бормочут трамваи, Плачут дождем ветражи. Кто-то преграды ломает, Кто-то свои миражи. Кто-то в мирах заблудился, Ищет родное плечо. Кто-то впервые влюбился. Так горячо. Горячо. Когда написала? Блокнуть этого не было. Вчера. Когда ждала тебя после собрания. Ну, они сырые еще. Над ними надо поработать. Вообще, лирика, это не мой коньяк. Я вообще Маяковского люблю. А это все несерьезно. Там про пролетариан. Глупышка ты, Светка. Два дня уже не стреляли. Может быть, война закончилась? Нет еще. Но немцам отогнали. Так что скоро все изменится. Вот и школа твоя заработала. Так что все хорошо будет. Мама, вы нам что повылазили, что ли? Мы не видим, не мы окружаемся. Совсем плохо с продуктами стало. Не то, что в селе. А я в селе никогда не была. А вот будешь хорошо учиться. Съездим. Субтитры создавал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Разрешите, товарищ мэр. Какого черта? Товарищ мэр, что-то случилось? Из моего сейфа похитили сов секретные документы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА То есть, как это похитили? Кто-то залез в сейф, пока меня не было. Бумаги лежат не в том порядке. Товарищ мэр, возможно, вы ошибаетесь? А вот это что по-твоему? ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Это лампа от фотоспышки. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА А ну, давай поднажмем. Мюсенька, не делай это на первый звонок, опаздываешь. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Вы понимаете, что это означает провал киевского подполья? Да я понимаю. И готов отвечать по законам военного времени. Не ожидал я от тебя, Лозицкий. От кого, от кого, от тебя не ожидал. Кто знал о списках? Никто. Давай. Вспоминай, вспоминай. Кто заходил в кабинет? Кто видел открытый сейф? Капитан Шмелев ночью заходил с докладом о разграблении складов. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Сейф был открыт. Но он не мог видеть, что там лежит. Но он не мог. Разрешите, товарищ старший мэр. Да. Мог. Дело в том, что Потапа и Шмелева находились в дружеских отношениях. Если Потапов знал о списках, то Шмелев, соответственно, так же мог знать. Чушь это все. Шмелев лично убил Потапова. В том-то все и дело, что убил. И в рапорте написал, что не смог взять живым. Это еще тогда показалось странным. Между прочим, Шмелев боевой разведчик. И в гражданскую он языков в одиночку брал. А тот не справился с тыловой крысой. Шмелев проверенный сотрудник. Потапов тоже был проверенный сотрудник. Думаешь, он специально это сделал? Чтобы не разболтал? Я не берусь утверждать, но я лично был свидетелем того, как Потапов доверял ключ Шмелеву от кабинета. Мог доверить ключ от сейфа. Значит, у него была возможность сделать дубликат от замка. Шмелева сюда... Слушай, конвойная дверь! СТУК В ДВЕРЬ Шмелева не видел? Минут 20 назад на служебном. Шмелев, Соболин. Есть. О, пошли в кино. Мне, если честно, в прошлый раз скучно было в театре. Ты сказала, тебе понравилось. Ну, неудобно было. Больше так не делай. Слушаюсь, товарищи воен-бюре старого рода. Как ребенок. Ну что, пойдем? Комсомольцы «Светлый путь» с Орловой. Ты любишь комедии с Орловой? «Светлый путь» вообще-то не комедия, но фильм неплохой. Кстати, в «Комсомольце» сейчас работает штаб Тимуровск, которым руководит сам Гайдар. Гайдар в Киеве? Угу. Интересно было бы с ним познакомиться. Такой, наверное, человек замечательную жизнь прожит. С 14 лет на войне. В 16 тяжело контужен. В 17 командовал полком. В 20 списан чистую по болезни. Думаю, герои его рассказов – дети, именно потому, что у самого детства не было. Откуда ты их сознаешь? Товарищ Рокотов, товарищ Лагина, вас товарищ Мирский искал. Срочно. Гулево двор под окна, остальные со мной. Стой! Стой! Вы что стоите за ними? Сегодня ночью был ограблен склад армейской разведки. Вынесли все. Оружие, продовольствие, взрывчатку. В том числе и шесть единиц радиофугасов, только-только прибывших на вооружение. Это все хранилось на одном складе? Да. Эти склады были предназначены для организации подпольной группы партизанских отрядов. Для того, чтобы они могли действовать в Киеве и в области. В том случае, если нам придется оставить город. Вот это новость. Я думал, что деятельность организации «Закордот», готовящей кадры для партизанской войны, была свернута еще в 30-е годы, а база ликвидирована? Мы не имеем никакого отношения к «Закордоту». Личным приказом товарища Сталина организация подпольных бригад и партизанских отрядов была доверена армейской разведке. Подробности вам знать не обязательно. Достаточно того, что мы с огромным трудом собираем все необходимое для нормальной работы сопротивления в тылу врага. И ограбление одного только склада ставит под угрозу план товарища Сталина. Товарищ полковник, для того, чтобы мои люди работали эффективно, они должны знать все нюансы. Они готовы дать подписку, они разглашали. Но вам придется ответить на все их вопросы. Не думайте, товарищ Мирский, что ваши покровители в Москве помогут вам, если вы не выполните задание. Я могу поговорить с людьми, охранявшими склад? Да. Они уже в комендатуре. Вы можете с ними встретиться. Я дал распоряжение. А вы лично будете докладывать мне о результатах работы вашей группы. Ходят слухи, что вы подобрали отличных специалистов. Вот и проверим. У меня все. Сидите, сидите. Чего он от тебя взъелся-то? Не обращай внимания, он всегда такой. Пойдем поговорим. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравия желаю, Петр Матвеевич! Здравия желаю. Здравия желаю. А что здесь сделал полковник военной разведки Крепов? За помощью обращался, если можно так выразиться. Дело особой секретности. Это относительно сладов, благодарен за. Ох, не такая уж и секретность. Ну да. А вот решение отдать организацию подполье армейской разведки, вот это было большой ошибкой. Ох, чувствую ее. Хребнем и горе, хребнем. А вы потише говорите, товарищ старший майор, потому как это решение самого товарища Сталинова. Да некогда слова подбирать, Николай Трофимович. Здесь все свои. А может, ты и прав. Пошли в кабинет, там поговорим. Пошли. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лозинского я, конечно же, взял под стражу. Завели дело. Хотя какое там дело? Уже давно можно было в трибунал передавать. Но приговор будет однозначным. А я о чем? А майор Лозинский, это не какой-нибудь Потапов? Кавалер ордена Красного Знамени. Спецоперации в Китае. Вы же слышали? Слышали? Ну нельзя таких людей сейчас вот так просто подставлять под пули. Их и так уже постреляли. Скоро вообще не с кем будет воевать. А почему майор приказал следить за армейскими складами? Потому что он курировал работу за кордоту. Восемь лет своей жизни он там отдал. Это же кем надо быть, чтобы людей с таким вот опытом убрать, а подставить каких-то деликантов? Петр Матвеич, договорились вы когда-то со своими речами. Да я знаю, что и где можно говорить. К тому же мы тоже готовим подпольщиков. Ну всего несколько групп. Петр Матвеич, скажите, какие действия предприняли ваши сотрудники? Просто опросили всех дежурных, которые были ночью. И, судя по всему, они вспугнули этого гада. Шмелев гнидан. Мало мне Потапова с Камазиным. Я так понимаю, Шмелев исчез. И никто не знает, где он сейчас находится. Его разыскивает лейтенант Фишман. Он лучше всех знает его. Я хочу вас попросить помочь ему, Иван Григорьевич. Молодой он еще, не имеет столько опыта и... Петр Матвеич, я, конечно, буду держать лейтенанта в курсе расследования, но помочь с поисками Шмелева вряд ли смогу. Думаю, сейчас лучше сосредоточиться на складах. Мне кажется, эти два дела как-то связаны. Как фамилия вашего осведомителя? Анатолий Ломакин. Живет он с левой стороны от армейского склада. В доме с коричневым забором. Ну что, я на склады, а тебя в комендатуру подбросим. Сань! Здорово. Привет, Ваня. Здравствуйте, Светлана Петровна. Здравствуйте. Ты чего, хмуро такое? Что-то случилось? Да так, ничего. Мне еще три смены караула надо опросить, я поеду. Дома быстро. Я на дежурной машине даю, ты потом меня заберешь. Ладно, иди. Ну, давай, коли сейчас случилось. Да и рассказывать нечего. Завалили меня бумажной работой. Да еще с Зеночкой. А что с Зеночкой? Я видел ее недавно, вроде выглядит замечательно. В том-то и дело, что замечательно. Она сильно изменилась. И ее часто стали видеть с товарищем Нирским. Да ладно. Подожди. Ты что, тревоги что ли? Сань, да не дай бог. Вчера с Тонькой на рынок ходили. Смалец хотели купить. Цены не подступиться. Опки ж, каблок. Лишь бы пожрать. В нашей же столовке масло дает. Так а мы Петрухиной мамке скидываемся. У нее деснами кровь течет. Не дай бог цинга. А мне чего не сказали? Как она? Да плохо. Почти не встает. А ты тебя найдешь. То ты с Рокотовым, то домой спешишь. Что за зуба завела? Да типун тебе на язык. Чтоб у тебя на языке волосы выросли. Приговорю. Поехали. Потом расскажешь. Мою пайку Петрухиной мамке отдавайте. А я с девчонками в столовке поговорю. СМЕХ На что это вы намекаете, Николай Трофимович? Зиночка, мы же с вами пришли на... Ну, извините, это там, а здесь мы на суще. Великий конструктор. СМЕХ Сработали дерзко, на редкость профессионально. Все было расписано по минутам. Думаю, у них был свой человек на складах. Вроде как проверяют их все. В последнее время я это частенько слышу. А может, блатные? Вряд ли. Они в последнее время слишком распоязались. Уж слишком хорошо все было организовано. Больше на военок похожи. СМЕХ Диверсанты немецкие. СМЕХ СМЕХ Почему не убитых? СМЕХ 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 осталась похожа на нее. Как бы ребята ее тоже поддерживали и хорошо относились. То есть она была знакома со всеми бойцами вашей смены? Ну как? Ну так, здрасте, здрасте. Вы можете не дрожать. Я вас ни в чем не обвиняю. Соберитесь. И отвечайте четко и конкретно на мои вопросы. Так точно, товарищ военюрист. Чертово логово. Иван Григорьевич, может я не пойду? Комендатуру не по своей воле плохая примета. Ничего, не надо идти. Здесь подождем. Как там Нюська, кстати? Обжилась на новом месте? А чего нет-то? Соломон с Белой золотые люди. А Нюська шепотная девчонка. Сходу на шею им залезла. Один разок даже осадить пришлось. Одно плохо. Редко с ней вижусь. Да ладно, редко. Чаще меня в квартире бываешь. Шура сказала, вон целый ремонт ей сделал. Да какой ремонт? Так, по мелочам. Просто, когда мне уходить надо, она очень расстраивается. на той неделе встала в дверях и говорит, не пущу. Ничего, Григорий Иванович, не раскисай. Вот война закончится, выбью вам квартиру отдельную. А пока вот. Передай ей. Пусть порадуется. Спасибо, Иван Григорьевич. Спасибо. Стрепничайте. Мы? Мы ж не бабы на базаре. Ну, вижу, есть чем порадовать. Есть. Поехали, по дороге расскажу. Поехали. Кто? Да свои, свои. Ситуация изменилась. Мне нужно срочно уехать из города. Тебе? Нам, нам. Просто вырвалось. Ну, конечно, нам. Здравствуйте, Иванда. Здравствуйте. Дей сюда. Нервный какой-то. Ванда, выйди. Да убери ты пистолет! Что случилось? Я свое слово держу, Коля. Мы вместе уедем в Москву. И у вас с Вандой начнется совсем другая жизнь. Ну, для этого это мне нужно помочь. Что нужно делать? Машина нужна, Коля. По железке не уйдем. Почему не уйдем? Там же ваши чекисты стоят. Ты со своей ксивой. Только сам могу проехать. Вас с Вандой не проведу. Поэтому нужна машина. Выедем из города. Километра на 200. А там на полустанке сядут на проходящей. Есть у меня кореш. Не переговорите. Что за кореш? Мне нужно знать про него все. Дело серьезное, Коля. Ну, таким образом, получается, что эта НАТО знала все о часовых каждой спены и о начальниках караула. Они выбрали момент, чтобы вступил на пост Тищенко, младший лейтенант, самый молодой, значит, Карл, из интеллигентной семьи. У него родители в Уфе, учитывая начальник школы. Его проще всех было заставить выполнить требования грабителей, пообещав не убивать солдат. Именно. В карауле тогда были красноармейцы Громов и Иваненков. Но Громов товарищ несознательный, рассеянный, я с ним побеседовала, а Иваненков совсем еще пацан. И как же ей удалось выпытать такие свиньи? Ой, это так, что солдатик даже сам не понял, что все и прополтал. Вань, очень серьезная подготовка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Разрешите обратиться. Где я могу найти товарища, господи? Так вот, товарищ Мюрский. Товарищ Викторович, разрешите обратиться. Обращайтесь, что-то срочно? Предъявите документы, пожалуйста. Конечно. Изменяйте службу. Понимаю. Докладывайте. Просили передаться Кате. Распишитесь, пожалуйста. Разрешите идти? Идите. СТУК В ДВЕРЬ Военная прокуратура. Где ваша постоялица? Яка постоялица? На мату отникова. Вы сдавали комнату. Шатенка лет 20-25. Красивая. Зовут НАТО. Вспоминайте. НАТО? Все, морячок, доплавался. Комнату немецкой шпионки сдавал. Ой, все, все, все. Собирайся, с нами поедешь. Домой не вернешься. Да какая немецкая шпионка? Вы что, с ума посходили? Ну, была тут у меня девка. Жила. Может, и НАТО. Я не спрашивал. Зачем мне ее спрашивать? Я же не по бабам. Я по водке. Где ее комната? Так вот, я ее знаю, а сам в чуланчике катаюсь. Хочешь сказать, здесь женщина жила? Так она уже неделю как съехала, а теперь и я тут живу. Да как же вы могли-то сдать комнату немецкой шпионки? Я-то верю, что вы не знали. Ну, вот товарищ военный юрист второго ранга сомневается. Да не знал я. Ну, честное слово. Да вот вам крест. Не знал. Вас как зовут? Это Семен Дмитрофанович я. Семен Дмитрофанович, дело серьезное, давайте вспоминать. Когда она к вам заехала, куда ходила, с кем общалась. Может, к ней в гости кто приходил, вспоминайте. Живей, шурупы. Ага, сейчас, сейчас скажу, сейчас я все скажу. Заехала она. Где-то в середине августа, где-то в середине августа, ну, может, чуть пораньше. Ну, вот как немца отогнали, так и пришла. Говорит, хату ей, ну, разбомбила. Перекантоваться надо. А мне что, жалко, что ли? Мы же советские люди. Заходи, говорю, живи. Кто ее к тебе привел? Так это, никто не приводил. Она сама ко мне подошла. Мы с мужиками вон там, у гастрономчика на пятачке, как... Пьянствуйте, значит. Родина загибается, фронту помогает. А вы водку жрете? Так работа ж нема. А так я... Я всегда... Значит, она к вам заселилась в середине августа. И? Ну, жила себе потихонечку. Рано утром вставала. Возвращалась поздно вечером. Так, чтобы мужиков водить или еще какие глупости. Да никогда. Ну, а потом расплатилась и ушла. Много заплатила? Так это... Я сейчас. Вот. Вот. Вот это поворот. Когда поняла, чем Вася занимается, а поворот ему дала. Мне не нужны его цацки. Знакомая вещица. Все, что угодно, ожидал увидеть, но только не его. Хотя... Все, что нужно, мы уже узнали. Поехали. Старого знакомого навестим. Объяснил бы хоть. Выход. Здрасте. Здрасте. Зина! Привет, Саша. Мне нужно с тобой поговорить. Слушай, я спешу. Ты в последнее время всегда спешишь. Что случилось, Саша? Зиночка, я... Прошу тебя прямо, и хочу, чтобы ты так же и ответил. Саша, ты меня прямо пугаешь. Почему? Ты все время с Фирским. У... У тебя с ним что? Саша. Глупенький. Ну, что ты себе надумал? Я с ним по службе. Почему он не возьмет секретаря? Фидин ему предлагал, я знаю. Потому что ему нужен человек, который работает здесь давно. Он расследует какие-то старые дела, еще довоенные. Зачем ему старые дела? Сын, ты мне врешь? Нет. Я сама толком ничего не знаю. Я только знаю, что он сейчас ведет дело, которое ввел Рокотов. Саша, выброси эти глупости из головы. Я правда спешу. Пока. Маруся, агент Абвера. Ну, нас смешили, Иван Григорьевич. Умеете? Ничего смешного. Помните, вы считали, что облатные ни при каких обстоятельствах с НКВД сотрудничать не будут? А, ну, видите, как вышло. Так одно дело украл-продал, а другое... Немецкая шпионка. Да эта сволочь, можно сказать, росла у меня на глазах. У меня весь ее прекрасный жизненный путь вон в личном деле записан. Ухватить не за что было. Интересно, где она сейчас? После вокзала, как в воду канула. Нет ее на хазах. Да уехала она из города после такой-то заварухи с золотом. Может, она продала это кольцо? Нет. Нет, не бывает таких совпадений. Да и по описанию подходит. Брюнетка, красивая, лет 20-25, обаятельная. Обыкновенная. Музыкант охмурила. И солдатика со складов тоже. Можно взглянуть на ее дело? Что, рана тревожит? Да, не долечился. Подумал, чего зря на койке валяться. Ребята без меня не справляются. Дашь нам дело до завтра изучить? Ну, вообще-то не положено. Ну, как вам откажешь? Конечно, можно. Но только до завтра. Спасибо. Поправляйся. Что стряслось, а? Слушай, ваши же машины ходят за городом? Ну, ходят. Бровары. За левый берег, сам знаешь. Ну и что? Нужно вывезти трех человек. Хорошо заплатят. Кого? Ты их не знаешь, знакомые. Галяш. Ты что надумал, а? Откуда у тебя знакомые? Ты же ни с кем не общаешься. Только за вандой за своей трясешься. Когти рвать надумал. Сам знаешь. Старший узнает, он Головенко, то твое оторвет. Ялда, ты что? Слухи про тебя поползли. Мутный ты стал. От задания умиливаешь. Болеешь часто. Последнюю делюгу без тебя провернули. Хотя тема твоя была. Старший недоволен. Да болел я, честно. Честно? Честно хочешь троих за город вывезти? Тут дела серьезно намечаются. Чекистская тема заворачивается. Понял? Да пустит. Денис Михайлович, идемте чай пить. Коля увлекается фотографией? Не увлекается, работает. Он очень хороший фотограф. Может быть лучший в Киеве. Правда? Да. Интересно. А до войны чем занимался? Фотографировал прохожих в парках? Да ну что, в парках кто работает? Так Шушера. Он работал в серьезных организациях. Даже в военных. Пожалуйста. В военных? А в каких военных? Я не знаю. Не могу понять твоих отношений с ним. Ты же его боишься. Он очень много для меня сделал. Когда мы поедем в Москву, я могу тебя от него избавить. Я не шучу. Поедешь со мной? Ну разве у вас нет семьи? У меня никогда не было никого. Продолжай. Старший сказал, чтобы этого фраера обратно чекистам вернули. Видел я его возле твоего дома. Никому не сказал. Пока. И потом никому не скажешь. Не глупи, Коляша. Говори все, что есть за фраера. Его точно засветили в НКБД. Откуда известно? Старший весточку прислал. Не из Кирилса бы, знал бы. Засветили его там, но он ушел. Ну вот почему он не может через вокзал. Ну вот почему ему машина понадобилась. Значит так. Собери ребят, всех кого сможешь. Этот матерый. Ну что, есть что интересное? Есть. Чтобы как-то жить, Марусе надо продавать украшения. Правильно? В деле фигурирует некий Еремеев. Предположительно, скупщик краденого. Это особая публика. Они работают только с проверенными людьми. Нам он ничего не скажет. Ну нам-то он не скажет. А если к нему придет, например, сестра Маруси, Настя? У нее есть стрясть? Родная. Вот, летом 39-го года Маруси ездил в Сочи к своей сестре Насте. А вот справка из Сочинского угро. В которой написано, что Анастасия Остапенко действительно проживает на улице Приморская, дом 12. Так вот, если она приедет при фронтовой Киев, чтобы найти свою младшую сестренку и увезти ее, и пойдет по знакомому, поспрашивает, где была она, как ее найти. А чтобы он был позговорчивый, купит у него что-нибудь или продаст вам подешевле. А как ты думаешь, мне пойдут белые волосы? Как у Александры Серовой. Даже не думай об этом. Да не на лед это был. Дальнобойная артиллерия. Я как раз проезжал по Рогнединской, так один снаряд в школу попал. Подержи. Ну, Ваня, ну хороший же план. Настя уехала из Киева, будучи маленькой девочкой, когда их родители развелись и больше туда не возвращалась. Мы не можем этого знать наверняка. Хорошо, даже если она приезжала. Судя по характеристике, она барышня приличная, порядочная. Вряд ли Маруся стала бы знакомить ее со своими дружками. Вань, ну я в Миропрепетровском такие дела проворачивала. Вань. Я в детстве в драмкружке занималась. Все стало вокруг голубым и зеленым. В ручьях забурлила, запела вода. Вся жизнь потекла по весенним законам. И нам от любви не уйти никуда. Не уйти никуда. Иван, Иван, зайди ко мне, это важно. Мне понравилось. Иван, Иван, зайди ко мне, это важно. Вы понимаете, что это означает провал киевского подполья? Говори все, что нельзя фраером. Его точно засветили в НКВД. Откуда известно? Старший, месочку прислал. А я вас уже заждался. Слыши вас, капитан. Или кто вы там на самом деле? Я знаю, где похищенные списки. Значит, Шмелев не урал. В Киеве действует мощная шпионская организация. Сергеев, займись уничтожением документов. Все? Да. Будешь контролировать, чтобы мне одна бумажка нацелила. Немцы вот-вот будут в Киеве. Да, по имениру Ивана. Меня подставляют. Это как раз его духи. Намеки, полутона, шарады. По законам военного времени. Заключительные серии. Завтра. До и после программы «Время». Продолжение следует. Завтра. Продолжение следует. Продолжение следует...